В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите итоговую программу «Город». В студии Галина Давыдова. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok У нас основной девиз праздника – энергия 47, энергия наших дел. Мы возобновляем шествие районов команд Ленинградской области, приветствия. Каждая команда будет говорить, представлять себя. У нас будет проходить гастрофестиваль, у нас будет город мастеров, у нас будут несколько сценических площадок, различные конкурсы и для маленьких, и для взрослых. Журналисты задавали самые разные вопросы, в том числе говорили о импортозамещении. Санкции повлекли для некоторых компаний трудности. В правительстве области приняли решение оказать предприятиям содействие. Не только в поиске импортозамещающего сырья или оборудования, но и в решении финансовых проблем и сбыта продукции. У нас есть структура в области, которая называется Центр развития промышленности Ленинградской области, но она сегодня занимается не только промышленностью, а всеми отраслями в системе одного окна. И она как раз помогает находить бизнесу, возможные замены комплектующих сырья, находить новых поставщиков. Активно область поддерживает и сферу социального предпринимательства. Около двух тысяч субъектов малого и среднего бизнеса стали для государства партнерами в решении задач в сферах образования, социального обслуживания, здравоохранения, отдыха и оздоровления детей. Социальные предприниматели могут претендовать сегодня на получение налоговых льгот, социальной ипотеки, льготных займов и грантов. У нас уже 5 тысяч детишек ходят в частные детские сады. Сейчас пошла тема создания частных баз отдыха лагерей для детей, именно на летний период. Причем, когда я говорю о социальном предпринимательстве, это там, где мы именно компенсируем часть расходов на содержание социального объекта. Так вот, у нас в этом году пока немного, мы только раскручиваем эту тему, но 3 тысячи детишек за те же деньги, как они бы поехали в лагерь государственный, поехали в лагерь частный, а доплату частному лагерю мы сделали за счет своих средств. Один из вопросов касался развития спорта в регионе. В частности, в поселке Гаврилово. Стадион располагается на территории школы и закрывается в 9 часов вечера. Глава региона обещал помочь не только продлить режим работы стадиона, но и рассмотреть возможность строительства в поселке физкультурно-оздоровительного комплекса. Мы делаем программу строительства таких объектов по Ленинградской области. Конечно, смотрим, прежде всего, те поселения, где есть интерес к спорту. Вот назвали вы Гаврилово, попрошу тоже своих помощников Гаврилова записать, поручению указать, что в программу 23-24 года мы точно ФОК в Гаврилово включили. Но я остаюсь сторонником, а чтобы мы обязательно использовали пришкольные стадионы. Уже, по крайней мере, хорошо то, что школьные стадионы хоть до 9 часов работают. В идеале, конечно, мы ставили задачу на час больше, до 22, я думаю, отдельно тоже с Гаврилово поработаем со школой. Рассказал губернатор и о работе по улучшению жилищных условий граждан. В регионе реализуются сразу три программы по переселению из аварийных домов. Оказывается, помощь людям, которые в результате пожара лишились муниципального жилья. Жилье по договорам социального найма предоставляется в порядке очереди. Прорабатывается с одним из банков и новая форма работы – аренда у государства. Они предлагают за свой счет, при нашем софинансировании, строить жилье, квартиры, в которой мы будем предлагать тем людям, опять-таки, кто стоит на муниципальной очереди. Но жилье будет не в собственности, это жилье под наем. Там есть нагрузка. Какая нагрузка? Помимо квартирной платы, коммунальных платежей, нужно будет платить определенную стоимость от затрат на строительство квартиры. Жители Ленинградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут участвовать в жилищных программах. Им предоставляются социальные выплаты, которые можно использовать для погашения части ипотечного кредита, приобретения или строительства жилья. Подробная информация о том, кто может в них участвовать, размещена на сайте правительства региона. Вероника Когут, Кирилл Важенин, Медиагруппа «Наш город». Специалисты районной администрации, а также руководитель общественной приемной 15 округа Елена Рогозина встретились с жителями некоторых многоквартирных домов на проспекте Победы, улицах Рубежной и Приморской. Так, жители Рубежной 34 обратились в районную администрацию с просьбой провести благоустройство дворовой территории, а также с жалобами на отсутствие парковочных мест и на магазин, торгующий алкоголем в ночное время. Жители Приморской 27 попросили обратить внимание на детскую площадку. В числе жалоб – неудовлетворительное состояние дороги в границах Приморская 29А и Рубежная 34. Как сообщили нам в районной администрации, дорожные работы начнутся уже на следующей неделе. Проблемы жителей нам понятны, и они действительно заслуживают внимания. И конкретно по этому участку работы будут проведены, с недельника выходит подрядчик, то есть будут проведены в норматив состояние дороги. Все жалобы, озвученные на встрече, были зафиксированы для передачи в профильный комитет администрации для последующего рассмотрения. Выборгская многодетная семья получила ключи от микроавтобуса. Пономарёвы для многих являются достойным примера. Отец Геннадий – настоятель храма преподобного Серафима Саровского в Каменогорске. Супруга всячески помогает мужу и поддерживает его во всём. Как в храме, так и дома. Серьёзное пополнение в их семье случилось почти два года назад. Родились тройняшки – Василий, Иван и Григорий. После этого жизнь круто изменилась. Наполнилась ещё большим смыслом, а сердце – любовью. Нам стало гораздо веселее в семье. У нас появилось больше забот. Слава Богу, со всем справляемся потихоньку. Каждый ребёнок уникален. У каждого свои особенности характера. Каждый по-своему воспринимает этот мир, с которым я как мама должна познакомить. Я часто играю с тремя младшими братиками. И очень люблю братика Сашу. Он средний. И так у меня есть две очень добрые, ласковые, хорошие сестрёнки. Я очень рада, что у меня такая большая, дружная, крепкая семья. Ключи от микроавтобуса по Намарёвым торжественно вручил глава 47-го региона Александр Дрозденко. А глава администрации Выборгского района Валерий Савинов – сертификат на техническое обслуживание машины. Автомобили многодетным семьям областное правительство дарит по инициативе губернатора с 2016 года. Кстати, начиная с этого года, ключи могут получить и семьи, в которых воспитывается шесть детей. Раньше микроавтобус полагался только семидетным. Мы благодарны администрации Ленинградской области, нашему комитету социальной защиты, потому что мы чувствуем вот эту всестороннюю поддержку, которая оказывается многодетным семьям. На нашем примере очень много внимания нам оказывается. С воспитанием детей, конечно, помогают бабушки и дедушки. Я счастливый дед, меня зовут Александр Викторович. Я вот осилил и смог поднять двоих детей, но мои дети вот меня превзошли и кратно. Спасибо отцу Геннадию, спасибо моей дочке миленькой. И что они вот подарили нам таких вот золотых людей новых. Россия будет приумножаться такими людьми, мужиками, ну, Пономаревыми. Все будет у нас хорошо. Я помощника, как в Евангелии говорится. Делай, что надо, и все будет. Прямо сейчас необходимости сесть и куда-то поехать, конечно, нет, говорят Пономаревы. Дети еще маленькие, путешествовать с ними непросто. Решение, как использовать девятиместный микроавтобус, они примут на семейном совете. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». В Выборге продолжают ремонтировать дороги. Сейчас активные плановые работы проводятся на Московском проспекте и Морской набережной. Дорожники отфрезеровали покрытие, сняли старый асфальт. Обновляют тротуары, восстанавливают бордюры. Уже выполнены работы по Ленинградскому шоссе, по Куйбышево улице, по Родниковому проезду, по улице Кривоносова. Также запланированы ремонты тротуаров. В настоящее время по улице Петровской проводится ремонт тротуара. И ряд объектов также спланирован под ремонт. Плановые обследования проводятся ежегодно, то есть это в осенний-весенний период. Также учитывается пожелание граждан по обращениям. И выбирается наиболее дефектные участки для восстановления. Начинается ремонт пешеходного ограждения на крепостном мосту. Обследование объекта было выполнено еще в прошлом году. Специалисты выдали рекомендации дорожным рабочим. Проводится ремонт перильного ограждения с усилением конструкции. Муниципальный контракт заключен с организацией ОМИГАстрой, которая в настоящее время проводит данные работы. Как отмечают в отделе дорожного хозяйства районной администрации, ремонтные работы идут в соответствии с графиком. На земле, в небесах и на море. В последнее воскресенье июля Россия отметит День военно-морского флота. В зале воинской славы на стендах наши земляки, герои-моряки. Эдуард Балтин – адмирал, видный военный морской деятель СССР и России. Сергей Черников – мичман, техник-химик атомной подводной лодки и другие. А этот стенд посвящен самой крупной военно-морской части в городе. Более 55 лет она базировалась в Выборге с 1958 года до 2013. Вот их знамя, вот их знамя, копия этого знамя. Знамя находится в архиве, конечно. Вот 127-я военная школа младших специалистов. То есть это раньше она так называлась, да? Да, раньше. А потом это учебный отряд, Выборгский учебный отряд военно-морского флота. Будучи в разное время школой и отрядом в составе Советского и Российского военно-морского флота, часть находилась в числе лучших. За время ее существования было подготовлено множество флотских специалистов. В 1983 году Геннадия Кузьмина перевели сюда заместителем командира учебного отряда. Здесь он прослужил почти 7 лет. Конечно, ответственность большущая была. Но все офицеры, приезжавшие за пополнением сюда, если не с восторгом, но говорили с большущим уважением, что какие Вы молодцы, как Вы здорово готовите личный состав и как у нас Ваши матросы служат ответственно и добросовестно. Геннадий Кузьмин считает, что это общая заслуга и командиров, и политработников. Отмечает, что тогда вся команда старалась, чтобы российский флот во всех отношениях был на высоком уровне. Если же говорить о сегодняшнем дне, то за последние несколько десятилетий ВМФ очень изменился. Появились новые типы кораблей различного ранга, усовершенствован подводный флот. И до сих пор военно-морской флот остается мощнейшей защитой нашего государства. У нас граница общая государственная России 61 тысяча километров, из них 38 тысяч – морская граница. Конечно, военно-морской флот выполняет свои задачи, пограничники морские – свои задачи. Но, тем не менее, два наших флота – Северный и Тихоокеанский флот – они имеют такую мощь защиты и обороны нашего государства, которая не имеет ни одного государства. День военно-морского флота – один из любимых праздников горожан. Выборжцы гордятся военными моряками. Дорогие выборжцы, поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Желаю, прежде всего, каждому лично и каждой семье хорошего, крепкого здоровья, хорошего настроения, потому что это особый праздник, праздник нашего любимого военно-морского флота, который любит во всей нашей стране от детей до самых взрослых граждан. Галина Давыдова, Андрей Неробов, Медиагруппа «Наш город». 31 июля Выборг отметит День военно-морского флота России. Праздничные мероприятия начнутся в 11 часов. В программе возложение цветов к памятникам Петру I и генерал-адмиралу графу Апраксину, театрализованный водный променад, концерты, конкурсы, мастер-классы, шоу мыльных пузырей и пенное шоу. Для вашего удобства мы подготовили карточки с программой мероприятий ко дню ВМФ под размер экранов мобильных телефонов. Их можно найти на нашем сайте. Сохраняйте в галерею и делитесь с друзьями, чтобы ничего не пропустить. И внимание автомобилиста. В этот день с 9 утра до 6 вечера будет ограничено движение по набережной адмирала Апраксина. От музея «Шоколада» до кафе «Экстрим» и по улице Штурма. От здания архива до набережной Апраксина. Центром культурной жизни Ленинградской области в эти выходные вновь станет Выборгский район. В поселке Рощино 30 и 31 июля будет проходить музыкальный фестиваль «Дым над водой» от классики до рока. В программе фестиваля выступления солистов Мариинского театра, рогового оркестра, звезд эстрады и легендарных рок-музыкантов. Все это в сопровождении симфонического оркестра Ленинградской области. В субботу и воскресенье фестиваль начинается в 14.00. Заключительный гала-концерт в воскресенье в 18 часов. На сцену в качестве таких хедлайнеров поднимутся уже тоже ставший для нас очень близким другом и партнером Вячеслав Бутусов вместе с симфоническим оркестром. Именно Бутусов и симфонический оркестр. И Сергей Галанин, группа «Серьга», в данном случае это уже группа с симфоническим оркестром. И они для нас новые партнеры по сцене, новые участники фестиваля. Но оттого очень ожидаемые. И я надеюсь, тоже они смогут порадовать. В поселке Рощино в дни проведения фестиваля будет ограничено движение транспорта по улице Советской на участке от улицы Кирова до улицы Филиппова. Подготовлены места для парковки. Уже в понедельник, 1 августа Ленинградской области исполнится 95 лет. Сотрудники Ленинградского областного архива Выборги вновь нашли в своем фонде документы, в которых содержатся интересные факты о регионе. В 1971 году в Старой Ладоге открылся Краевический музей. Сегодня многие историки именно ее признают первой столицей Руси. И также считают, что Новгород, основанный в 859 году, был назван новым городом именно по отношению к этой древней столице. Датой основания Ладоги считается 753 год. Слово «старое» появилось в ее названии в 1704 году, когда Петр I основал Новую Ладогу. В 15 километрах ниже по течению Волхова. После этого Старая Ладожская крепость потеряла свое стратегическое значение и стала постепенно разрушаться. В 1945 году, сразу после окончания войны, памятники, расположенные на территории Старой Ладоги, были переданы в долгосрочную аренду Ленинградскому государственному университету для организации музейно-археологической базы. В числе переданных объектов – храм Святого Георгия, деревянная церковь Дмитрия Солунского, собор Успенского монастыря и другие. В 1966 году Лена Былосполком принял решение об организации в Старой Ладоге Кривеческого музея. К 1969 году был почти завершен ремонт воротной башни и церковь Дмитрия Солунского, где и должна была находиться экспозиция. С этой целью проводился сбор у населения старинных предметов домашнего обихода. Музей открыли 15 июля 1971 года. Сегодня на его территории площадью около 160 гектаров расположено более 130 памятников – истории, архитектуры и археологии. В хоккей уже давно играют не только настоящие мужчины, тем более, если это хоккей на траве. Выборг в очередной раз принимает участников заключительного этапа первенства России среди девушек. Поднять боевой настрой спортсменкам помогли выборгские казаки. Воспитанники хуторского общества «Веремеевский» демонстрировали элементы крутки шашкой, нагайкой и кинжалом и рубили лозу. Под звуки гимна России капитаны команд подняли «Российский триколор». Хоккеисток приветствовали представители власти и спортивной общественности. Это, конечно, очень высокая оценка деятельности Федерации Ленинградской области, тех людей, которые развивают хоккей на траве. Честь 47-го региона в финале защищает сборная Ленинградской области. Им будут противостоять спортсменки из Петербурга, Алтайского края, Москвы и Московской области, Пермского края, Республики Татарстан. Я надеюсь, что они покажут, что в Ленинградской области хоккей на траве есть. Но не сомневаюсь, что и другие регионы Российской Федерации дадут замечательный бой и тоже будут стремиться к первому месту. Соревнования в Выборге определяют самый сильный регион в этом виде спорта. И команде Ленинградской области уже несколько лет подряд удается пробиться в финал. В первой игре встретились наши землячки и сборная Татарстана. Очень настрой хороший, планируем взять этот турнир. Мы хотим победить, мы настроены очень хорошо, мы будем добиваться всего, что мы хотим. Мы будем добиваться до последнего момента, пока мы не выиграем. В составе сборной преимущественно выборские спортсменки. Именно наш город стоял у истоков развития этого вида спорта в Ленинградской области. Сейчас отделения работают также во Всеволожском и Тихвинском районах. Да, где-то получается, где-то не получается. Но все девчонки стараются повышать свое мастерство и как бы двигаются вперед. И мы развиваемся сами. Благодаря тому, что мы имеем, вот вы сами видите, какой стадион у нас великолепный. Да, условия просто замечательные для того, чтобы можно было повышать свой спортивный уровень, достигать самых высоких результатов. Турниры продлятся до 31 июля. Тогда же объявят победителей первенств России. Вероника Когут, Александр Сорокин, Медиагруппа «Наш город». На этом наш выпуск завершен. Увидеть программу «Город. Новости по Выборгске» вы можете в любое время суток на сайте выборг.тв и в группах Выборг.тв в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова